Мы выезжали совместно с МЧС на обследование лесных участков и прилегающих территорий по ландшафтным пожарам. Даже совместно несколько ландшафтных пожаров тушили, но перехода на лес огня не было. И хоть на территории Соликамского лесничества пока не зафиксированного сгорания, специалисты не рекомендуют посещать лесные массивы. И причина не только в том, что люди не всегда соблюдают пожарную безопасность во время отдыха. Сама природа сейчас наколена. По погодным условиям у нас сложился четвертый класс пожарной опасности. Это когда наиболее возникновение, вероятно, лесных пожаров ввиду того, что в лесу высохли горючие материалы. По этой причине 14 июня в Гайнах произошел лесной пожар на территории 91 гектара. С огнем в лесу боролись вплоть до 16 июня. Чтобы избежать подобного или справиться с огнем в первые часы, за соликамскими лесами следят ежедневно. На территории соликамского лесничества существует четырехуровневая система мониторинга. У нас регулярно, ежедневно поступает информация со Роскосмоса, со спутников о термоточках на территории лесного фонда. Около 100 тысяч гектар проводится мониторинг видеонаблюдения. Наиболее посещаемые лесные участки у нас находятся под охраной искусственного интеллекта. За нарушение правил пожарной безопасности в лесу предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Если же по вине отдыхающего произойдет пожар, доказанием станет уголовная ответственность. Стали свидетелем возгорания в лесу? Сообщайте об этом в региональную диспетчерскую службу, либо по телефону лесной охраны. Также информация о лесных пожарах принимается по телефону 112.